Продолжается масленичная неделя. Время, когда принято веселиться и есть блины. Сегодняшняя среда, например, в старину называлась лакомка. Об истоках и традициях масленица в материале Марии Иванченко. Масленица – исконно русский праздник, известный еще с языческих времен. Тогда он служил отчетом Нового года, который у древних славян начинался в марте, с пробуждением природы и первыми яркими лучами солнца. Символом последнего как раз и были круглые румяные блины. Нам привычно слышать такие слова. Первый блин комом, второй знакомым и так далее. Вот этот вроде бы незавимый словатый сюжет на самом деле относит нас в стародавние, еще дохристианские языческие времена, когда масленица называлась Комоедица. И Комоедица она называлась потому, что ком-то был на самом деле кто? Медведь. И первый блин отдавали кому? Не какой он получился, а кому? Кому? Медведю. Почему медведь? Да потому что это символ леса, потому что это культ природы. Масленичную неделю еще называют сырной. На Руси в это время в преддверии поста уже не ели мясо, а только молочные продукты. В старину считалось, что с четверга начиналась широкая масленица. С этого дня крестьянам запрещалось работать. Устраивались народные гуляния и всевозможные развлечения. В Центральной России, там где снега побольше всегда бывает, там устраивали катание на снежных горах. Для этого делали огромные горы и старались прокатиться и загадывали. Вот, например, если вдвоем катится, надо, чтобы катились и не расцепились на санях. Вот кто не расцепится, значит тому в этом году и дружба будет крепкая. А масленицы сегодня знают и взрослые, и дети. Но в сознании большинства волгоградцев эта неделя больше ассоциируется с блинами. А вы сами печете блины? Конечно. А с чем печете? Ну, с медом, с творогом, с маслом. Я вот беру или молоко, или сыворотку, замешиваю, три яичка, масло подсолнечное туда, сахарку немножко, все замешиваю и пеку. Конечно, пекут. Я раньше и к бабушке ездил, и к соседям всегда. Там баллоны жгли, как-то что-то веселились. Нормальный праздник. Кстати, все желающие достойно проводить зиму смогут это сделать во время праздничных мероприятий, которые пройдут в каждом районе Волгограда. Уже с 4 марта горожан ждет праздничная торговля, театрализованные представления и игры сжигания чучела, выступления профессиональных и самодеятельных коллективов. Ну и, конечно же, круглые и румяные блины. Мария Иванченко, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».